Наверно. Но при этом пройти вентиляция будет крайне тяжело. Подожди, Лео Дранки зарезал Лукаса? А-а-а. Такие минные раунды от OG. А в одном раунде не делают они себе киллоб, забирая в клач. Ты посмотри на это! Что? Ха-ха-ха. Ой, какой рофл. Боже. Става стал себе битом, и Тимуэйна наказал. А-а-а. Беги быстрей. Настолько медленно играют Мибер. Ха-ха-ха. Нормально. Забей. Забей! Бомба! 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 Что происходит? Восемь секунд остается! Алло! Алло! Ребят! Прием! Вы пять в два сливаете раунд! Передаю! Теркей! Соло! Клачи! Один в два! А-а-а! Мать моя женщина! Что я только что увидел? Один разбился! Две головы! Четвертого Зевса подожгли! Ну тут же начинают подключаться игроки с Андро. Флит есть размен, потеряли фейскрака. Но нужно будет подключаться по стрельбе очень жестко. Игрокам команды Форза немного не пошло у Джерри. Но Флит успел забрать двоих. Там выход на точку А уже от Каликсы, но он остался один в три. Но есть P250, который можно вот так вот шикарно применить. Осталось два игрока команды Форз. Развеялся Смок. Знает уже две позиции, сбривает еще и Джерри! И Алмазера туда же наказывает. Вот и P250. При этом Джерри в хорошем тайминге открывается Сикрита. Ну, вовремя разменяется Легия, потому что иначе 3 в 5, конечно, растащить было бы слишком тяжело. А тут и Флит. То есть Крека можно было бы забрать, но Миху не успел немного на голову навесить. Легия еще один минус со Скаута находит. Видел еще одного игрока на улице. Вместе с Томасом нырнули в Сикрит и побежали под Б. Здесь уже имеется боец команды. Защита! Легия! Триплкилл! Ну, либо Эйс, либо это десятый для Форзы. Но, как по мне, оба варианта возможны. Потому что Легия как-то разошелся так. Смещается на Дабл Дорс. Закрывается. И начинает Майнд Геймс. Да ладно, еще и винты может принять. Она не попадает. Дальше с Диггла. Нет, все-таки... Оу! Есть минус по Экса Пауэру! Да ладно! Сейчас Легия в одном шоте от Эйса. Морик полетел на бомбу. Он не позволит Флиту раздиффузить бомбу так просто. Перезарядит Скаут. У него еще и помимо этого есть Диггл. Есть пара флешек. Да неужели он сможет это сотворить у Флита? Огромные проблемы. Время кончается. Легия дает Эйса Скаута. Что происходит? Сбрилик Сантареса. Но после этого решили качать в этом же направлении. Подсадка работает шикарно. Пока что МАИБР в большинстве. Но снайперская винтовка Сирсона. Ее будет пройти очень сложно. Кито, какие эффектные фраги! И только Лук! Жесточайшие три фрага от Кито. Итого четыре. Он же еще там Андер проконтролил. И в итоге это квадрокилл. Все же группируется по точку Б. Оставляют они на А одного Спинкса. И что же. Ну Фнатик решили разделиться. Два красных игрока пойдут по точку Б. Эспирантов по Джимми сейчас должен наказать бомбу. Ай-яй-яй, с ножом идет. И порезал его в итоге Джимми. Так, но вот Кримза не ждал. 16 секунд. Времени очень мало. И вряд ли смогут. А уже не успеет Кримс. И туда его тоже не отпустит. Просто подсейвит то, что есть на руках. Да. Если посмотреть на экономику, я бы наверное ушел на сейв двух девайсов. И уже в следующем закупился бы. Так, ну слушай. Бустер дает минус по Воксику. Правда здесь так разменивается. 12 секунд у Джейма. 10 остается буквально. Он пытается найти соперника, но просто выдал свое местоположение. Ноу зум дает по оппоненту. Хватит ли времени на установку плента. Там буквально на четвертой секунде он начал его ставить. Да, хватает. А теперь попробуй возьми один в два. Но он точно понимает, что один должен открываться с КТ в ближайшее время. Успеть спрячется в темку, за тройку и еще куда-то. Все это дело будут чекать. Джейм выключает Аликс. Остается один на один против другого британца, который пытается развести его на выстрелу. Но Джейм не так прост. 2 в 4 берут раунд Виртус Про тремя киллами от Джейма. Тушит под собой Молик. И вот пошел выход. Забрали Джейма. Но пока еще не нашли того самого Екиндера. Уничтожили также и Кикерта. Но если Санджи найдут, все очень плохо будет для команды ВП. Екиндер начинает отрабатывать с песков. Минус 2. И он знает, что где-то здесь находится Мэззи. Минус 3. Екиндер тупо дезинтегрирует команду. Клаудная квадрокилл. Квадрокилл от Екиндера. Как он круто спрятал свою позицию. Виртус Про. Врыв через Монстр. Сразу же вот так вот готово вырываться на точку Б. Две позиции. Кстати, четыре игрока сейчас сконцентрированы на этой точке от защиты. И пока что размены непонятно в чью пользу. Но вот и так шикарное открытие. Джейм один в два. Он уже тащил сегодня сложнейшие клатчи. Но сейчас давят его с нескольких направлений. Один в один. Да сколько можно-то, а? Триплкилл от Джейма. Один в два берет. Но пока развлекаются. Сейчас это уже классика, знаешь, когда полный экономический. Просто можно где-то постоять и в целом разбойти оппонента на гранаты. На самом момент, когда мы думаем, что они реально что-то хотят сделать. Они просто дурю мают. Да, они просто типа. Вот зато хайлайтик для Алмагера. Зашка, конечно, не тот пистолет, который в такой ситуации эффективно вытаскивается из кобуры. Но, тем не менее, одиннадцатый раунд за Форзе. Сейчас буквально, я не знаю, одна флешка. Так, поставляется Лукас. Лео Дранки минус два. ВСМ погибает. Третий фраг от Лео Дранки. И равенство по игрокам. А в итоге Легия пока что здесь неплохо отмородил свою позицию. Лео Дранки её беспощадно вскрывает. Квадрокилл уже. А там смог как раз лежит тот самый, про который я говорил. Его прокинули именно на лонг на всякий случай. Если всё-таки сыграют вдвоём подразмен, то мы понимаем, что шансы уменьшаются в разы. Они уже понимают, где примерно находится игрок, с какого направления он пойдёт. И как итог, квадрокилл от Лео Дранки. Последнего забирает ТРК. И Алекс... Мне такое ощущение, что он не ожидает. Да и выйти в секрет пока не особо получается. Аман туда оппонента сбривает. И в итоге Воксик остаётся последним. Тот самый бывший снайпер коннектива. Опять же, Моуза Спорс. Сейчас попытается ситуацию один в три как-то перевернуть. Воксик неплохой поинт для себя выбирает. Тут есть теория шанса отстрелить оппонентов по одному. Они пытаются выйти вместе, но это не получается. Потому что окно-то одно. Воксик один минус. Второго секрет. И три полкилл в его исполнении. А в итоге ТЭйс по окончанию раунда. И Воксик просто засолил сейчас всё, что только мог. Это просто пять киллов на ровном месте. И расстреливают со стороны кассы. Никто не чекнул. Но Валди хотя бы справляется. Один килл это такое себе. В любом случае Аликс уже со спины обходит. И этот раун тут же скорее всего не взять. Да. Какие-то сверх мувы надо просто делать. Чем пытается заниматься Вальдо. Неплохо. Флопе забрал, но не читается Аликс. Ладно бы он с ямы пошёл. Его бы, мэби там, почуяли. Ну а так он идёт через коврыца. Мы не читаем позиции. Самый крутой тайминг. Так как бы Вальдо не старался. В любом случае Аликс ворвётся. Заберёт его тиммейта. И он останется в ситуации. Один на два. Какой вантап? Да ладно. Один на один против Аликса. Аликс пойдёт десантироваться. Подгорел бойки. Да ладно, Вальдо. Эйс. В его исполнении восьмой раунде команда УДЖ. Вдвоём на ретейк выйти будет слишком тяжело. Забей хип просто всех. Учитывая, что изначально был битый. Ну вот хватит и на Кримза ещё вопрос. Да, это уже не имеет значения. В любом случае есть тиммейты, которые его разменяют. В смысле тиммейт, который его разменяет. Я хотел сказать. Но при этом Крим сейчас ещё... В смысле не разменяет, я хотел сказать. Но... Такое, конечно, себе... Команда Диггита сейчас... Ну, очень плохо сыграла. Ой, сладенький сидит-то, посмотри. Слоу ХП. Ещё и Легия выходит на него. Но не справляется с таймингом. Тизиан перестреливает всё-таки своего оппонента. И Томасу нельзя идти на репик. Но он стреляется. Слоу ХП. В итоге так же погибает. И тут уже меньшинство для самих Энви. Которые падают один за другим. И даже смерть Кита здесь судьбу этого раунда никак не исправит. Потому что 11 секунд. И всё, что требуется от игроков защиты, это просто жить. Миху забирать своего соперника. И, по идее, Тизиан просто отсидится в водки. Да ладно, Миху. Прострелом Тизиана на пятой секунде. Чего, Миху? Сучки, а вроде бы два товарища-то и есть. Но VSM никак не сможет помочь. Ему только спину сжать. Но смотри, у них очень хороший кроссфайр. Там организовали они. Один в больших песках. У них ещё и выходят с одного направления. Минус два. Но там уже Лукас в спине погиб. И обходят, обходят игрока. Но там смог. Там смог и через него просачиваться. Как же страшно сейчас, Джерри. Ситуация два-два. Но ты посмотри на их. Тайминги VSM! VSM увидел же. VSM пропускает. VSM пропускает. VSM его точно видел. Возможно, VSM появился на радаре. И ребята ему подсказали. Потому что он там... Повёл туда прицелом по итогу. Да, скорее всего, инфа тоже появилась. И вот теперь Лео. Лео против VSM ловит тайминг. Убивает одного. Остаётся последний игрок. И такой же битый, и он его убивает. По итогу Лео Дранки. Эйс даёт в этом раунде. Эйс. Хорошая позиция. Позволяющая ему найти этот фраг. И пока что закрепляет преимущество Алмазер. Райберг. Плач один в три. Неприятный размина для Дигниты. Сказалось бы, вот сейчас в этом раунде уже всё в их руках, да? И игрок прошёл по девять, просочился. И все ждут его. А уже один в один. И снова Экс и Пауэр. И снова снайперская винтовка. Убойнейшие автоматы, так сказать. И быстрый врыв через яму. Кита под коврами. Под флешку. Нет. Да. Под флешку врывается. Уже даёт дабл. С МП7. Кажется, рано похоронили мы Биг, да? Я так смотрю, что... Это что, эйс? Это эйс от кита? Это эйс от кита. Минус три с МП7. И двоих доработал с ЮСПА. Спина горит уже вроде бы у МИБР, но не пошёл до конца НБК. Надо шевелить шевелилками быстрее команде МИБР для того, чтобы раундом пытаться взять 10 секунд на таймере. КНГ забирает Алексей Би, но бомбу нужно ставить. А тут могут быть врывы. Прям пошли. И КНГ. Ноузум по первому. Пытается второго в смоук нашить. И вполне вероятно у него что-то получится. Дым. Развеивается. И тут КНГ выдвигает со спины оппонентами. Есть минус по эйси. И остаётся только лишь один Натан Шмидт. НБК. Один в два. У него есть киты, но у него нет гранат для того, чтобы ретейк совершить. Квадрокилл уже есть от КНГ. Ну что, будет ли эйс? Такое ощущение, что нет. Потому что Лукас должен дать этот минус. Ты представь, как это страшно. Ты выходишь из смока. И тебя там просто в лоб встречает ствол АВП. Да-да. Танк просто стоит. И это эйс от КНГ. Вторая туда же чудом выживает. Неприятно, конечно, сейчас для флюха. Играются с ним. Ну, наверное, они уже понимают, что две хэшки прилетело. Но не должно быть там игрока. Последний Кримс. Против него три игрока находят первого. Открывается второй. С китами дефузит. С китами дефузит. И Фнатик выигрывает. Шестнадцатый. Там доли секунды не хватает. Которого можно посмотреть. Да, и он тащит свою команду. Ай-яй-яй, Хаузер, какая боль. Но ноу-зум по Вальдемару. И еще одного забирает. Также ноу-зумом. А может быть и третьего успеет забрать. Но дальше уже попытка халяву поймать. Да что ж ты делаешь на Хаузер? Минус три с АВП. Ноу-зумами на банане. Залетают гранаты. Голден с Кримзом будут принимать весь этот выход. Шикарный спрей. Но тут же погибает главный опорник. Да и по флюше жестко прилетает. Ну какие сумасшедшие фраги от Кримза. Квадрокилл. И Лео Дранки один в четыре. Точнее один в два. Что делать? Двадцать две секунды. Как сейчас Кримз? Потому что на Б в данный момент один лишь Манту. Он-то конечно красавчик. Но если промахнется, то будет очень плохо. Но пока не промахивается. Минус два. Третьего видит. И чуть было не убил. Все-таки реабилитируется. Минус Джейм. И остается только Бустер и Кикерт. Никак не мог Бустер разменять ТВТ. И в итоге квадрокилл от Манту. И Кикерт последний. Это забей. Что сделал Манту сейчас? Как он их четко байтил? Практически всем составом. На, вылетает Якиндер в очередной раз. Правда немного в отложенном тайминге. О, там возможно было ноги видно. Но скорее всего Якиндер либо не заметил, либо действительно их не видно. Просочился за Электрик. Одного забрал. Второго уничтожил. И третий рядом с ним. Буквально что творит Якиндер? Минус три. Легчайшие на точке А. И как Джейк к этому были не готовы, я не знаю. Уже несколько раз Якиндер выходил сюда под смог. Но определенно это постоянно для них какая-то сенсация. Не фолта. Ну легкий минус для Джейма. Иса забрал. Дальше уже перетягивается к нему Санджи. Но Санджи-то точно не успеет. 20 секунд на таймере. Его окружают. Санджи. Выход. Нет, это Кикерт уже. Он уже пришел. Что-то стягивается вся команда ВП. Нет. Олджи сейчас заходят в капкан. А времени на разворот уже нет. Бомбу поставить просто элементарно и могут не позволить. Нет. Ой, да ладно. И в итоге 6 секунд. Пять. Бадает один. Выживает второй. Эмбигейт. Его проигрывает раунд из-за того, что времени не хватает. Победа Виртус Про. И они становятся чемпионами флешпоинта второй сезон. Пятьсот тысяч долларов на команду Виртус Про. Но как обидно проиграть такой раунд для ОДЖИ.